Начинать глаз с рубашки нужно с воротника. Начинаем с внутренней стороны. Глазим от края к центру. Если мужчина носит калстук, то часть в середине лучше сильно не заглаживать. Это больше касается проглаживания с другой стороны, когда мы делаем уже загиб. Здесь лучше всего воспользоваться паром и не сильно нажимать утюгом и заглаживать. Если рубашка очень высушена, было много на ней складок, то можно предварительно перед клашкой пройтись слегка водичкой. Можно воспользоваться паром. В принципе, этого может быть достаточно. Теперь приступаем к выглаживанию кокетки. Это очень удобно делать на краю доски. Раскладываем и стараемся выгладить особенно около швов, чтобы не было никаких заломов. Подно плечо. Центр. Вообще, чтобы очень легко рубашку можно было выгладить, хорошо ее угладить практически после стирки. Когда она повисит немножко, часик подсохнет, но все равно еще остается немного влажной. И хорошо рубашку высушивать на плечиках, когда она уже приобретает нужную форму, меньше складок у нее. И выгладить можно гораздо быстрее. Так, выгладили кокетку. Теперь приступаем к рукавам. Общее правило для выглаживания рубашки такое. Начинаем всегда с мелких деталей и заканчиваем крупными. Для того, чтобы в результате получить выглаженную рубашку и не пришлось какие-то части опять переглаживать. Руках мы выравниваем по шву. Гладим с одной стороны. Можно пользоваться паром активно. Особенно в этой части, где у нас пуговица. Если прям по ней гладить, по верхней части, то может отпечататься. Поэтому лучше немножечко приподнять рубашку здесь и воспользоваться паром. Здесь можно также выглазить манжету на этой стороне. Очень удобно выглаживать с внутренней стороны. И манжету мы гладим от края к центру. Переворачиваем на другую сторону. Когда гладим рукав, очень важно, чтобы мы не заглаживали край. Ни с этой стороны, ни с этой стороны. Опять приподнимаем рубашку немножечко в районе манжета, чтобы пуговица не отпечаталась на этой стороне рубашки. В любом случае, как бы мы нехорошо ни гладили, остается стрелка, которую нужно обгладить. Раскладываем рубашку аккуратно. По центру можно хорошо нажимать. И опять же в районе, ближе к пройме, приподнимаем и проглаживаем. Преимущественно с помощью пара. И здесь складочки тоже аккуратно. Один рукав готов. Приступаем ко второму. Выравниваем по шву. Пуговицы все раскрываем. В районе проймы и вообще в первую часть рубашки ее жить и видно. Поэтому здесь выглаживаем особенно тщательно. Немножко приподнимаем. Здесь тоже рубашку. Выглаживаем аккуратно в районе манжета. С внутренней стороны гладим манжету. Я вообще предпочитаю гладить с внутренней стороны, потому что некоторые рубашки сшиты из такой ткани, которая лоснится, если начинать гладить с наружной стороны. И убрать вот эти места лоснящиеся очень непросто. Особенно эти части заглажены, лоснящиеся очень сильно видны на манжетах, на кармашке. Поэтому если у вас рубашка сшита из такой ткани, то желательно проглаживать все изнутри. Вообще рукав очень удобно гладить на нарукавнике. Специальная часть. Многие кладемые доски имеют ее. Моя нет. Поэтому я глажу без. Можно, в принципе, и обойтись. Теперь приступаем к лицевой части. Сначала я глажу ту часть, которая без пуговиц. В случае, если у вас не остается лоснящихся следов, можно гладить с наружной стороны. Я покажу с внутренней части. Гладим снизу вверх. Опять же, хорошо выглаживаем твуруйму. Планку здесь нужно спокойно пройтись, без пуговиц, очень легко. Если рубашка из чистого клопка, как правило, ее очень легко гладить с наружной стороны, результат сразу виден. Нужно дополнительно пройтись в карманчик. Так, теперь я продолжу с наружной стороны, потому что в моем случае это сделать довольно-таки легко. Следов не остается лоснящихся. Проглаживаем районе шва. Здесь аккуратненько выглаживаем складки. Не нужно их заглаживать, чтобы не было стрелок. Аккуратно выглаживаем. Особенно следим за швом, чтобы здесь тоже не было складок. Так вот, переворачиваем рубашку. Она остается глаженной, не мнется. Большие части мы гладим в самом конце, поэтому... Переглаживать ничего не придется. Здесь тоже выглаживаем складочку рубашки. И переходим к лицевой части с пуговицами. Проглаживаем снизу-вверх. Проглаживаем аккуратно. В районе воротника. Потом тоже старайтесь аккуратно выглаживать, потому что тут части видно. Планку с пуговицами мы выглаживаем следующим образом. Проходим утюгом между пуговицами. Ни в коем случае не по ним. С одной стороны с внутренней, и теперь с внешней стороны. Наша рубашка готова. Вешаем ее на плечики. И в шкаф. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...